Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. Эта неделя должна стать решающей в предоставлении жилья по горельцам в посёлке Стрелка. Наконец-то мы вышли на такую, скажем так, финишную прямую. Засточники пообещали, что примерно в ближайшие дни они должны полностью сдать всю работу. Вот о том, как сейчас обстоят дела, почему всё-таки строительство затянулось и какие сейчас есть проблемы на стройке. Вот об этом мы будем говорить с исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Красноярского края Юрием Захаринским. Юрий Николаевич, здравствуйте! Добрый вечер! Давайте начнём с того, какова сейчас ситуация в посёлке Стрелка. Я бы всё-таки сначала сказал о том, что 24 мая случился страшный пожар. У нас огнём было уничтожено 34 дома и 65 семей осталось без жилья. Буквально в первый же день после пожара, 25 числа, была создана комиссия. Именно эта комиссия индивидуально рассматривала все вопросы. Мы 24 квартиры купили, приобрели на вторичном рынке, 19 в Лиссибирске, 4 в Стрелке и 1 дом в посёлке Курагино и 41 дом в строительство в посёлке Стрелка. И опять же напомню... Вот как сейчас обстоят дела? Потому что я понимаю, что эту всю историю мы с вами обсуждали неоднократно. Мы прекрасно знали, как развиваются дела. Вот сейчас давайте начнём с того, что происходит. Всё-таки мы говорим о 41 доме, мы говорим о том, что это 3 дома 42-метровых, 13 домов 58-метровых и 25 домов, большая часть, 72 квадратных метра. Просто на сегодня, когда мы говорим о том, что построен 41 дом, практически 41 коттедж, когда все дома благоустроены, и опять же напомню, что в домах, которые сгорели, только 30% домов имели благоустройство, когда мы говорим о том, что нам понадобилось сделать 2,8 километра водопроводных сетей, когда мы говорим о том, что более километра дорог, то мы говорим полностью о новом микрорайоне, который получил имя Восточный. И, кстати, стрелковчане сегодня называют это наша стрелковская рублёвка. Так уже для сведения и понимания. Мне кажется, это всё-таки о чём-то говорит. Говоря о проблемах, что ли, или причинах отставания. Кстати, ещё один момент, прежде чем перейду. Юрий Николаевич, я просто вот сейчас хочу понять, сколько сейчас домов заселено, сколько человек уже там проживают, и когда заселятся все остальные? Подписано 38 договоров найма из 41. Почему? 38 актов приёма-передачи жилых помещений и 38 актов недоделок. Почему не 41? Ну, потому что у нас одна семья получила квартиру по программе «Север на юг», и дом мы всё равно достраиваем. Почему не, например, 41? И две семьи, которые сегодня в судах, которые посчитали все им сгоревшие постройки, тот ущерб, который они получили, и сегодня пытаются получить жилищные сертификаты и компенсацию всего сгоревшего, то, что у них было. Это их право. Но поэтому сегодня мы говорим о том, что мы сдаём, готовы к передаче в жилой фонд, в фонд жилищного строительства, именно 38 домов. Кстати, на сегодняшний день у нас уже проживают 30 семей, 29 домов, где полностью у нас все замечания. То есть в этой части у нас на завтрашний день, думаю, что количество семей, которые будут проживать, будет как раз 38. Вот теперь давайте о сроках. Почему сроки неоднократно переносились? Ну, вот всё-таки давайте ещё раз мы вспомним тот май. Буквально на следующий день после пожара, 25 мая, руководители края, кстати, как и федеральные руководители во главе с министром МЧС Пучковым, мы на пожарище. И ещё никто не понимает, сколько будем строить и будем ли строить, и какое будет у нас, где строительная площадка, и какие это будут дома по площади в том числе, звучит дата 15 сентября. То есть никто никакого предварительного анализа не делал. И опять же напомню о том, что у нас была очень непростая задача, во-первых, найти место строительства, а это площадь застройки примерно 9 гектар, это не так просто. Эту площадку привести в порядок, провести большой, огромный объём рекультивации и тех работ, которые, соответственно, предстояла и стояла задача, и с ней справились сделать проекты, которых было сделано Институтом граждан, мы стремились к этой дате, мы старались эти сроки соблюсти. Но людей-то вы обнадёжили, что 15 сентября вы дадите им жильё. И ещё один момент по поводу сроков и по поводу людей. Напомню и погодные условия, которые во многом в Красноярском крае и в других сферах тоже сказались. У нас в сентябре из 30 дней только 3 дня не было дождей. И когда мы уже стали говорить о сентябре, о сроках, то уже многие сегодня жители, уже микрорайона Восточный, погорельцы говорили, не надо, вы лучше дом просушите. Потому что шли такие дожди и заливало, кстати, напомню, сюжеты того сентября, когда просто все видели водоёмы на улицах около домов микрорайона Восточный. И это всё было. И ещё один момент. Если мы строим такие дома, то есть некие проектные сроки строительства домов. И они сегодня достигают пяти месяцев. Мы же сегодня построили эти дома и в целом микрорайон за 3,5-4 месяца. Поэтому, в принципе, сроки 15 сентября, они изначально были, ну, может быть, не очень реальны, но мы к ним стремились. Хорошо. Смотрите, мы уже вошли в зиму. Сейчас три дома ещё, я так понимаю, не окончательно закончены. У владельцев есть вопросы по их качеству. Вот сейчас строители могут обеспечить качество в тех условиях, которые есть? И смогли ли они обеспечить то качество, если вы говорите, из 30 дней у нас было только три дня сухих? Вот здесь. Ну, вот давайте так. Вообще, качество в любой работе, и, естественно, при вот такой очень важной социальной, стояло с первого дня. И на этапе, когда и были те самые проектные работы, когда по просьбам погорельцев проводили экологические изыскания, это что же стояла задача понять, можно в этом микрорайоне строить или нет, есть там клеи азот или нет. Не совсем к качеству, но тема очень как бы важная. Значит, дальше. Вот и заказчик его представителей, и генподрядчик, и, кстати, в том числе служба строительного надзора на всех этапах по поручению руководства края качеством занимались. И, кстати, в июле месяце уже прошло распределение всех домов, еще на этапе фундаментов. И жильцы, кстати, знали, какой дом, какой им там, извиняюсь, достался. И в этой части был еще и семейный такой надзор, который обеспечивал тоже качество в том числе. Поэтому, когда мы говорим, ну, я несколько минут назад сказал о том, что уже 29 домов, где замечания все устранены, по тем актам, которые были, это то самое качество, которым я есть. И еще один очень важный момент. У нас есть такое понятие, как гарантийное обязательство. Так вот, по общестроительным работам срок гарантии 5 лет, а по всем работам, связанным с сетями, 3 года. Ну, я имею в виду водопроводные сети в том числе. То есть, если сейчас возникнет какая-то проблема? Да. Если выходит какая-то проблема, кстати, надо пережить зиму, посмотреть, как себя в эксплуатации будут вести дома. Если где-то возникнет вопрос обоев ли, может быть, какой-то там фасады, или, там, не знаю, линолеума в этой части, естественно, как и сегодня, если замечания возникают, мы их исключаем и сразу обращаем внимание, и очень быстро это как бы приводим в порядок. И, кстати, когда вот я говорил о ИСРОКах в том числе, у нас в пике на стройке работало более 300 человек. Более 300. Сегодня осталось 40, потому что две бригады, 10 человек и 7 занимаются сегодня надворными постройками, дровинниками, и две бригады по 10 человек сегодня занимаются тем самыми недоделками, обеспечивают то самое качество. А почему меняли отделочную бригаду? Неужели нельзя было сразу найти ту бригаду, которая делает все качественно? Нет. Ну, во-первых, мы же сами, мы начали разговор с 6 месяцев. Срок очень большой, и у каждого человека есть какие-то свои вопросы, и бригада, заканчивая работу, просто у него есть какие-то этапы, и в этой части это не потому, что кто-то не справился, хотя и были такие случаи, не скрывая. А здесь это просто естественный процесс, когда бригада говорит, ну все, мы закончили, у него есть и другие задачи, у него у этого предприятия или у нее у этой бригады. Ясно. А благоустройство когда начнется? Ну, во-первых, все-таки часть работ по благоустройству мы уже начали. И когда я вам сказал по поводу строительной площадки и по поводу тех проблем, которые были, кстати, назову две цифры, которые говорят о объемах работ. Мы вывезли и переместили 40 тысяч метров кубических грунтов на этих 9 гектарах. И мы завезли 15 тысяч метров кубических дренажных грунтов. И эта работа будет еще продолжена на будущий год. То есть на будущий год, на весну-лето мы поставили перед собой задачу, и руководители края с этим согласились, благоустроительной работой, которая будет включать завершение всех планировок. Это заборы вокруг каждого дома. Кстати, каждый дом будет иметь участок в 15 соток. И асфальтирование, которое мы по одной улице провели и которое завершим на будущий год. Понятно, что никто не застрахован повторения ситуации. А вот с какими системными проблемами мы столкнулись? На этапе возведения этих домов какие законы, может, надо поменять? Вот очень важный вопрос, Ян, вы задали, потому что из любой ситуации нужно делать выводы. И вот итоги лета 17-го года, и выводы, и предложения, вот сейчас будут очень важны. Почему? Потому что мы вдруг столкнулись с тем, что у нас нет типовых проектов. И есть такой термин – проект повторного применения. И я же сказал о том, что одним из факторов, почему устроили долго, было то, что мы рисовали, изготовляли институт граждан-проект, заново работали по проектам, вот те самые 42, 58, 72 метра квадратных. Я думаю, что вот итоги лета, и вот вся работа по проектам должна быть учтена. Кстати, мы вносили изменения по ходу дела постоянно. И последние изменения в проект были сделаны еще в октябре, 31 октября, по дымоходам. И вот если мы все-таки, сделав выводы, поработаем по проектам, то думаю, что не дай бог в какой-то ситуации будущего года, кстати, о чем мы говорим только, о чрезвычайной ситуации, это могут быть дома для молодых специалистов и так далее, которые могут быть широко применяться. И еще один момент, я думаю, что было бы правильно нам иметь, может быть, 10-12 готовых модульных домов, которые просто вот были где-то там у нас на неком месте для какой-то чрезвычайной ситуации, были готовы, чтобы в течение, может быть, нескольких недель, там, месяца быть доставлены до какой-то конкретной чрезвычайной ситуации, быть смонтированы, и мы бы решили вопрос о предоставлении жилья для чрезвычайной ситуации. То есть, если сделать такой небольшой вывод, мы этим летом, скажем так, шли на ощупь. Окончательный срок. Ну, мы уже с вами в начале разговора об этом сказали, речь идет о днях. То есть, эта неделя? Да. Спасибо большое за интервью. Будем надеяться, что на этой неделе мы этот вопрос закроем, и, наверное, больше к нему не... Только по благоустройству на будущий год. Только по благоустройству на будущий год к нему и вернемся. Спасибо большое за интервью. Юрий Захаринский, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Краснодарского края, сегодня был моим гостем. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин